Партнер проекта Иван Васильевич у меня профессия тоже как неотъемлемая часть Нового года. Просто из-за того, что его показывают часто в последнее время под Новый год. Такая это легкая комедия. В принципе легкий юмор. Он достаточно интеллектуальный что ли. И от этого совсем другая атмосфера. И такое сейчас не снимают мне кажется. Именно такого легкого юмора его мало. Мой любимый фильм новогодний, зимний, пока она умирала. Романтичный, веселый. О том, как вдруг случается любовь. И все складывается хорошо. И человек, который планировал умереть, еще долго-долго будет жить и счастливо. Накануне праздника все это случается. И к самому празднику уже сложилась замечательная счастливая семья. И мама выздоровела и встала, на ноги пошла. Праздновали Новый год уже совершенно в другой ситуации. В новой ситуации жизни, на другой обстановке, с другим настроением. То ожидалось, что мама умирает перед Новым годом. А то вдруг она встала и пошла и собирается еще долго пожить. И дочь выходит замуж. За то, что чудо перевернуло их жизнь. За добрые отношения внутри семьи. За надежду, которая теплилась в душе, казалось бы, до последнего момента. И за то, что мама в этом фильме осталась жить. Я за это люблю фильм. Там же действие разворачивается зимой. Мне нравятся актеры. Все актеры, которые там участвуют. Я очень люблю этих актеров. Особенно Никулина. Его образ. Я считаю, что это абсолютно его роль. Сыграно отлично. Ну вот эта тройка, она вообще идеально подобрана для вот этих образов, для этих ролей. И они же повторяются во многих фильмах, вот эта тройка. Я другого человека там просто не вижу. Других людей я в этой тройке просто не вижу. То есть это уже как бренд? Да. Ну а мультфильм это как мужчина ходил за елкой перед Новым годом. Очень хорошо сделан. Необычно. По тем временам, это где-то, если не ошибаюсь, сначала 80-х годов. То есть он как-то выходил из ряда других. Не нарисованный, не куклой, а герои были слеплены из пластилина. Тогда это было необычно. Очень хорошо сделано, конечно. Без рывков, плавные движения. То есть бывает, когда снимают куклами, фотографируют, передвигают, фотографируют, передвигают. Здесь это вообще незаметно. Это фильм «Ирония судьбы». Он создает новогоднее какое-то настроение, предвкушение праздника. Ну, потому что там есть какие-то новогодние элементы в столах, сервировке. И одежды, подарков. То есть все, что является для нас традицией. Все вручают подарки, бритвы, духи, готовят платья. Ну и 31 декабря я иду в баню. Ледниковый период. Мультфильм веселый сам по себе. Во-вторых, он как бы семейный в формате того, что там он добрый. Всем интересно. И мне весело, и младшим весело. И женщинам, и мужчинам. Там есть, чтобы посмотреть, а детям чему поучиться. Дружба же явно просматривается между участниками всех действий в мультфильме. Самый показательный эпизод. Ну, там же два мамонта со второй части. Вот. Как бы супруга мамонта в этот момент рожала. Ей помогал лев. Ой, не лев, тигр. А сам мамонт участвовал в спасении своих друзей. То есть он не с семьей был. Его друзья помогали его семье, а он помогал друзьям. Взаимопомощь. Детей стоит этому обучать. То есть отношения выстраиваются там, в семье. И можно на их примере показать, что можно делать у себя в семье также. Ну, из современных дети любят смотреть елки. Из-за того, что он веселый, позитивный, радостный, что есть какая-то проблема, она решается. И от этого всем хорошо и заканчивается хорошо. Вот последняя, наверное, елка в том году, которая была, когда мальчик искал маму. Ну, вот как раз для детей, мне кажется, хороший фильм. Мальчик искал маму для себя, жену, для папы. И он нашел. И был хэппи-энд. Все были счастливы. Я думаю, все дети любят хэппи-энд. Потому что в жизни. Потом у них еще будут разные ситуации. Пусть фильм хотя бы будет хэппи-энд.